Беседа 78, 784, 25, 1. Тогда царство небесное будет подобно десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то затремали все и уснули. Эти притчи сходны с прежней притчей о рабе неверном, расточившем имение господина своего. Их четыре, и все они различным образом убеждают нас в одном. Именно, чтобы мы старались подавать милостыню и помогать ближнему во всем, чем только можем, так как иначе нельзя спастись. Но в тех притчах говорится вообще о всяком благодеянии, которое мы должны оказывать ближнему. А в притче о девах говорится, в частности, о денежном подаянии, и говорится сильнее, нежели в притче предшествующие. В той притче осуждается на мучение раб, который бьет товарищей своих, пьет с пьяницами, расточает и губит имение господина своего. А этою и тот, кто не старается о пользе ближнего, и не делает щедрого подаяния бедным от имущества своего. Девы имели масло, но немного, а потому и подвергаются наказанию. Но почему Христос в этой притче представляет не просто какое бы лицо, а дев? Он превознес девство, когда сказал, что есть копцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного, и кто может вместить, да вместит. Кроме того, Ему известно было и высокое мнение многих о девстве. Оно и по природе свое великое дело, что видно из того, что как в Ветхом Завете оно не было хранимо даже святыми и великими мужами, так и в новом, не поставленном необходимый закон. Христос не дал о нем заповеди, а предоставил его произволение слушающих. Поэтому Павел говорит, а о девстве же я не имею повеления Господне. Я хвалю того, кто хранит девство, но не принуждаю того, кто не хочет быть девственником. И совета не делаю законом. И вот так как девство дело великое, и многие имели о нем высокое понятие, то чтобы кто-либо, храня его, не предался беспечности, хотя бы уже исполнивший все, и не стал не родить опрочем, Христос приводит эту притчу, которая может убедить в том, что девство, хотя бы оно было соединено со всеми другими добродетелями, будучи чуждо дел милосердия, осуждается вместе с людьми прелюбодейными, и бесчеловечный немилосердный поставляется наравне с ними. И весьма справедливо. Теми обладает плотская страсть, неразумными же девами, серебролюбия. Плотская же страсть и серебролюбие, неравными же собой в силе. Первое сильнее и мучительнее, потому чем слабее противник, тем менее заслуживает прощения побежденные девы. Потому-то и Христос и называет их юродивыми, что они, совершившие больший подвиг, за несовершение меньшего лишились всего. Светильниками называет он здесь самый дар девства, чистоту святости. А Элеем — человеколюбие, милосердие и помощь бедным. И как жених замедлил, то задремались и уснули. Он показывает, что будет немалый промежуток времени, не отстраняя тем от учеников мысль о скором пришествии его царствия. Они надеялись на такое пришествие, поэтому он беспрестанно подавляет в них эту надежду. Притом он дает понять и то, что смерть есть сон. И как жених замедлил, то задремались и уснули. Но в полость раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Это, говорит он, или сообразуясь в притче, или показывая, что воскресенье случится ночью. А вопль упоминает и Павел, говоря, «При гласе архангелов и при звуке трубном, ибо сойдет с неба». «Что же означает трубы?» «И что значит вопль?» «Вот, жених идет!» «Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. «Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего елея, потому что светильники наши гаснут!» Спаситель опять называет их юродивыми, чтобы показать, что нет ничего глупее тех, которые собирают здесь деньги и отходят без сего туда, где особенно нужно человеколюбие и много елея. Еродивы они не только по этой причине, но и потому, что надеялись достать елея у мудрых дев и искали его не во время, хотя эти девы были в высшей степени человеколюбивы, чем они особенно и прославились. Да и просят еродивы у них не всего, «Дайте нам, говорят, елея вашего», и указывают на крайнюю необходимость, говоря, «Светильники наши гаснут!» Но несмотря и на все это, получили отказ и нечеловеколюбие тех, у которых они просили, неудобная исполнимость просьбы, ни необходимость и нужда просимого не помогли им получить просимое. Чему это научает нас? Тому, что если изменят нам собственные наши дела, то никто не будет в состоянии помочь нам. И не потому, что не хочет, но потому, что не может. Идея высылается на невозможность. Это объяснил и блаженный Авраам, когда сказал, «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут». Идите же, говорит, продающим и купите себе. Кто эти продающие? Бедные. Где же они? Они здесь и теперь, только надлежит находить их, а они в то время. 786. Видишь ли, какую пользу приносят нам бедные? Ежели ты устранишь их, то лишишься великой надежды на спасение. Итак, здесь надлежит запастись елеем, чтобы там, когда потребует время, воспользоваться им. Настоящее, а не будущее время есть время заготовления. Поэтому не трать напрасно своего имущества на роскошь и для пустой славы, потому что там много для тебя нужно будет елея. Услышав ответ мудрых дев, юродивые пошли купить елея, но ничего не приобрели. Это Христос говорит или для хода и связи в притче, или показывает тем, что хотя бы мы сделали из человека любившими по смерти, мы не извлечем из того никакой пользы и не избежим наказания. Так и девам не принесло пользы их усердия, потому что они не здесь, но там уже ходили к продающим. Равно как и богачу не принесло пользы, когда он сделался так, человеколюбив, что стал заботиться даже о сродниках своих. Тот, кто проходил мимо лежащего при вратах, спешит исхитить от опасности и из гиены тех, которых он уже не видит, и просит послать к ним кого-либо известить их о том. И все же он не получил никакой пользы, подобно тому, как и девы. После того, как они, получив такой ответ, ушли, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Для юродивых двери были затворены. После многих усилий, после великих трудов, после этой жестокой брани и побед над сильными влечениями природы, они пристыжены. Потупив взор, отошли с угасшими светильниками. Нет ничего мрачнее девства, которое лишено милосердия. Почему не милосердных многие обыкновенно и называют помраченными? Итак, где же польза девству, когда те девы не видывали жениха, и после того, как стучались в двери, ничего не добились, но услышали этот страшный голос, отойдите, не знаю вас. Когда сам Христос сказал это, то не остается ожидать ничего другого, кроме гиенны и несносного мучения, и даже более того, эти слова страшнее и самой гиенны. Они сказаны так же и делающим беззаконие. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Видишь, как часто Христос прибавляет эти слова, показывая, что неведение смертного часа полезно для нас. Где же теперь те, которые ведут жизнь беспечную, и на обвинение наши говорят, что при кончении все оставят бедным. Пусть услышат они эти слова и справятся, и в самом деле. Многие, будучи посещены внезапной смертью, не могли сделать этого в то время, и не успели объявить о своей воле родственникам. Итак, эта притча говорит о денежной милостыне, а следующая за ней говорит против тех, которые не хотят помогать ближним ни деньгами, ни словом, ни покровительством, ни другим чем, но все скрывают. Но почему в этой притче представлено лицо царя, а в той жениха? Чтобы научить нас тому, как близок Христос к тем девам, которые раздают бедным свое имение. В этом именно и состоит девство. Потому и Павел так определяет этот добродетель. Ибо незамужние заботятся о Господнем. Как угодить Господу? Это я советую, говорит он. Если же у евангелиста Луки в притче о талантах говорится другое, то я скажу на это, что об одном говорит одна притча, а другом другая. В притче у Луки от одинаковой суммы проистекли различные выгоды. Потому что от одной мины иной приобрел пять, иной десять. Каждый потому различную получил и награду. Здесь же напротив. И потому награда одинакова. Кто получил два таланта, тот и приобрел два. Равный тот, кто получил пять, пять и приобрел. А там, так как от одинаковой суммы один приобрел более другой менее, то по всей справедливости они не удостаиваются одинаковой награды. Но заметь, что весь день вскоре требуется отчет. Так отдавший виноградник земледельцам, хозяин удалился равно и здесь, раздав деньги, ушел. И все это для того, чтобы показать нам свое долготерпение. Мне же кажется еще, что Христос этим делает намек на воскресение. Но здесь не земледельцев только, и виноградник имеет он в виду, а и всех вообще делателей. Потому что он рассуждает не с начальниками только, иудеями, но со всеми вообще. Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит, подошел, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты мне дал, вот другие пять талантов я приобрел тебе. Этими словами он показывает полное блаженство, но один из них не так говорит, а как же. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, вовлявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Что рассказал ему господин его? посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. то есть нужно тебе было с ними посоветоваться и уговориться, но они не слушают меня, это не твое дело. Какие слова могут быть снисходительнее? 788 люди люди не так поступают, но самого взаимодавца заставляют требовать, царь же иначе, он говорит, надлежало тебе отдать, а и требования предоставить мне, и я бы приобрел с прибылью, разумея лихву проповеди, явление дел, тебе надлежало сделать более легкое, а мне оставить более трудное, но так как раб этого не исполнил, то господин и говорит, итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, и во всяком имеющему даться и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Что же это показывает? Кто получил дар от слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит самый дар. Напротив, кто родит о нем получит еще больше, между тем, как тот теряет и то, что получил. Впрочем, празднолюбца, кроме этой потери, ожидает еще невыносимые мучения, и вместе с мучением приговор страшного осуждения, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ужасное наказание постигает его. Видишь ли, что не только хищник-любостижатель и делающий зло подвергается ужаснейшему мучению, но и тот, кто не делает добра. Итак, будем внимать словам этим. Пока есть время, будем стараться о нашем спасении. Запасем гилей для светильников, будем приобретать на талант. Если здесь будем ленивы и станем жить беспечно, то там никто не окажет нам сострадания, хотя бы мы пролили реки слез. Одет в не чистое платье обвинил самого себя и однако ж не получил никакой пользы. Имевший один талант возвратил вере на ему серебро и однако ж был осужден. Умоляли тоже и девы, приступали и стучались, и все тщетно и напрасно. Итак, зная это, употребимы деньги и старания, и покровительство, и все на пользу ближнего. Под талантами здесь разумеется то, что находится во власти каждого, или покровительство, или имение, или научение, или что-нибудь подобное. Поэтому никто не должен говорить, я имею один талант, и ничего не могу сделать. Можешь и с одним заслужить одобрение. Ты не бегнее той вдовицы, ни ниже и по званию Петра и Иоанна, которые были из простого народа необразованные, и однако за то, что были усердны и делали все для общего блага, получили небесное наследие. Подлинно ничто так не любезно Богу, как полезное для всех жизнь. Потому то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесная, и ум, и разумение, чтобы все это употребляли мы для собственного нашего спасения или спасения ближнего. Слово нужно нам не для одних только песнопения и благодарения, но полезно и для научения и утешения. Если таким образом пользуемся им, то соревнуем Господу, если же напротив, то дьяволу. Так и Петр, когда исповедовал Христа, назвал блаженным, как сказавший по внушению Отца, когда он расшился креста и отрекся, то был жестоко укорен, как поступивший по наставлению дьявольскому. Итак, если за слова, сказанные по неведению, такое осуждение, то какое заслужим прощения мы, когда во многом погрешаем произвольно? Будем же говорить так, чтобы само собой видно было, что мы говорим слова Христовы. Я не только тогда произношу слова Христовы, когда говорю встань и и когда скажу Тарифа встань, но и преимущественно тогда, когда будучи злословым благословляю и когда будучи оскорблен молюсь за оскорбившего. Прежде я сказал, что язык наш есть рука, касающаяся ног Божиих. Теперь же еще более скажу, язык наш подражает языку Христову, если прилагает надлежащее старание о том, чтобы произносить угодно ему. Какие же слова по его воле мы должны произносить? Слова, преисполненные милосердия и кротости, подобные тем, какие он произносил к своим оскорбителям. В нем бес говорили. еще если я сказал худо, то покажи, что худо. Если и ты так говоришь, если говоришь для исправления ближнего, то имеешь язык подобный языку его. Это подтверждает и сам Бог. Если извлечешь из ничтожного полезное, то сделай, как мои уста. Итак, когда язык твой будет подобен языку Христову, и уста твои будут как уста его. И когда ты сделаешься храмом Духа Святого, то какая честь может сравниться с этим? Не так бы блистали уста твои, если бы они были из золота и драгоценных камней, как они блистают, будучи украшены скромностью. В самом деле, что может быть приятнее уст не знающих обиды, а ревнующих о благословении? Если же ты не можешь благословлять проклинающего, пока при должном старании и постепенных успехах, не достигнешь этого и не приобретешь уста, о которых мы сказали. 790 Не почитайте их слов дерзкими. Господь человека любив, и дар этот есть дар благости его. И вот что дерзко, иметь уста подобные дьявольским и обладать языком подобным языку злого духа, особенно тому, кто участвует в столь высоких таинствах и приобщается в самой плоти Господней. Итак, размышляй об этом, подражай Господу по мере сил своих. Когда сделаешься таковым, то и сам дьявол не будет уже в состоянии противостать тебе, потому что он знает царственное знамя, знает оружие Христова, которым был поражен. Какое же это оружие? Смирение и кротость. И Христос, когда победил и сокрушил приступившего к нему на горе дьявола, то не давал о себе знать, что он Христос, но опутал его словами, как сетями, победил смирением, прогнал себя кротостью. Так и ты поступай, когда увидишь человека, приступающего к тебе с злобой дьявола. Так побеждай. Христос дал тебе власть уподоблять ему по мере сил твоих. Не страшись, слыша это, страшно не быть подобным ему. И так говори так, как и он, и тогда сделаешься подобным ему. Насколько это возможно человеку. Вот почему тот, кто говорит таким образом, выше того, кто пророчествует, то исключительно дар, а здесь и труд твой и подвиг. Научи свою душу образовать тебе уста, подобные устам Христовым. Она может сделать это, если только захочет. Ей известно это искусство, если только она небеспечна. Но как спросишь образовать такие уста? Из каких красок, из какой материи? Никаких красок, ни материи для этого не нужно, а нужны только добродетель, скромность и смирение. Посмотрим теперь, как образуются уста дьявольские, чтобы никто не имел их. Как же они образуются? Проклятием, ругательствами, клеветою, клятвопреступлением. Когда человек говорит как дьявол, то приобретает и язык его. Итак, какое будем иметь извинение, или вернее сказать, какому не подвергнемся наказанию за то, что позволяем себе произносить дьявольские слова тем самым языком, которому достаиваемся вкушать плоть Господню. Не будем же позволять себе этого, но приложим все старание к тому, чтобы научить язык наш подражать своему Господу. И если мы научим его этому, то с большим дерзновением предстанем на суд Христов. Если же кто не умеет говорить таким образом, того судья не будет слушать. Так римский судья не поймет ответчика, который не умеет говорить по-римски. Так и Христос не поймет тебя и не будет внимать тебе, если ты не будешь говорить как он. Будем же учиться говорить так, как привык слушать наш царь. Постараемся подражать его языку. Постегнет ли тебя печаль, смотри, чтобы чрезмерное уныние не изменило твоих уст, но говори как Христос, ведь и он был в печали о Лазаре и об Иуде. Нападет ли на тебя страх, старайся опять так говорить как он, ведь и он был в страхе за тебя, когда устроял твое спасение. Говори и ты, впрочем, никак я хочу, но как ты, плачешь ли ты, плач умеренно, как и он, терпишь ли клевету и скорбь, принимай все это подобно Христу, ведь и он был оклеветан, вообще Христос показал тебе пример, чтобы ты соблюдал ту же умеренность и не нарушал данных тебе правил. Таким образом можешь иметь уста подобные устам Христовым. Таким образом, находясь еще на земле, ты будешь иметь язык подобный языку сидящего на небесах, когда будешь наблюдать умеренность в унынии, в гневе, в печали, в скорби. Сколько из вас желали бы видеть Христа? И вот, если будем стараться, не только можем увидеть его, но и быть подобными ему. Не будем же медлить. Не столько приятны для Господа уста пророков, сколько уста людей кротких и смиренных. Многие скажут мне в день, не от твоего ли имени пророчествовали, и скажу им, не знаю вас. А уста Моисея, который был весьма смирен и кроток, Моисею сказано, человек был очень так были приятны и любезны Господу, что он говорил с Моисеем так сказать лицом к лицу, устами к устам, как друг со своим другом. Теперь ты не имеешь власти над демонами. Когда будешь иметь уста подобные устам Христовым, то будешь иметь власть над огнем гивенским, будешь иметь власть над бездной огненной и скажешь ей умолкни, перестань, и с дерзновением зайдешь на небеса и получишь царствие, которого расподобимся всем и благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом слава, держава, честь ныне пресна и во веки веков. Аминь.